Доброе утро, страна! Я несусь к доктору. Я опаздываю. Сейчас ровно девять, я уже должна быть там. А я только вышла из дома. Но зато сейчас посмотрим, сколько идти. Очень быстрым шагом до больницы. Все нервничают, я как-то не особо нервничаю. Смотрите, сколько кисок. Киски-ку-ку. Одна, две, три, четыре, пять, шесть. Привет! Привет! Пока, походу. Ладно, все, держим кулачки, чтоб сегодня все было ок. Меня взяли. И это очень стремно. Я оформила все документы. Я пока не знаю, с кем я в палате. Скоро подойдет девушка. Вот такая палата. Это платная. Душевая кабина больше, чем у меня дома. Сказали сидеть ждать. Операция будет завтра. Страшно. На самом деле, очень. Алишер сейчас привезет все мои вещи. Кровь. Нельзя разгибать, видите? В такую толстую иглу воткнули. Вообще так больно было. В руки мало, кроме взяли три таких пробирки. Сижу дальше. Что еще должен приехать Алишер и привезти мне все мои вещи и еду. Я уже говорила. Я так хочу есть. Я его жду всего 25 минут. У меня такое ощущение, что прошла целая вечность просто. И ногам уже жарко в этих штуках. Интересно, кто со мной и почему нету человека. Привез. Бананы, булочки, целую кучу. Я все съела. Теперь я довольный человек. И я отправила Алишер за модемом. Ой, за модемом. За симкой. Я думала, Йота здесь будет работать. Но Йота тут не ловит. Поэтому Алишер пошел за симкой МТС. Потому что у меня есть модем МТС. Так что, может быть, я даже влоги буду загружать. Правда, очень медленно. Через МТС-овский модем это происходит обычно в течение ночи. Но это уже что-то. Вот. Так что сижу и думаю поработать. Потому что ноутбук у меня теперь есть. Зарядка для телефона, слава богу, тоже. А то у меня уже батарейка почти села, пока я тут переписываюсь со всеми. Так что буду работать. Ой, я знаю, кто моя соседка. Бабушка Калина. Хи-хи-хи. Она ушла на рентген. Я осталась тут. О, да здравствует интернет. Все работает. Живем. Хи-хи. Дорого это правда, конечно. Не знаю сколько там, рублей восемьсот, наверное. Ну, на месяц симку пришлось взять. При учете того, что я попользуюсь ею максимум до конца недели, пока я тут лежу. Ну, а что делать? Пришел доктор, рассказал про операцию. Все расспросил. Мне страшно. Угу. Короче, первые сутки, скорее всего, я буду в реанимации лежать после операции. И у меня первые два дня будет торчать трубка из живота. И если мне не удастся удалить селезенку лапароскопически, у меня будет вот такой шрам. Угу. Прям вот так. Угу. Жесть. Просто жесть. Угу. Главное не нервничать. Я сижу в палате и изнываю от ожидания. Это реально ужасно. Честно. Страшно, потому что. Вот. Мою соседку забрали на обследование. Я тут сижу. Приходил врач. Все. Спрашивал. Тот врач, который в поликлинике меня осматривал. Потом. Что-то такое было. Связанное с врачами. Еще у меня вылез снят на том месте, где мне брали кровь. Как вообще можно было умудриться это сделать? Я не знаю. У меня хоть вон, типа идеальные вены для того, чтобы брать кровь. И вот такую фигню мне сделать. Я такая поднимаю рукавы. Ну что-то у меня щипит. Ужин. Во. Запеканка. Сейчас съем. И все. Больше есть будет нельзя. А после девяти нельзя пить. Стремно. А. Мерили температуру. Я когда нервничаю, у меня всегда температура немножко повышается. У меня последняя не была. Нормально. 36,6. Принесли градусники. Что вы думаете? 37,2 у Алисы. Понервничала. Чуть-чуть совсем. И говорю, поверьте мне, что у меня такого нету обычно. Ладно, верим. Вот. Вот так вот. Спасите меня. Угу. Я дома. Ментар. В общем, я лузер года. И скажем так, врачам не понравились мои определенные анализы. И поэтому они меня отправили домой и отменили операцию. И операция переносится на следующую неделю. Я там в больнице просто вся обревелась. Потому что у меня был один шанс из ста вот так вот, чтобы операция отменилась. Но она действительно отменилась. И я сейчас сижу дома немножко такая как вареная. Потому что у меня болит голова от того, что я плакала. И я уставшая. И у меня просто сил нет. И мне так обидно. Ужасно. И бабушка, с которой я в палате была, она так расстроилась, что я ухожу. И такая, ну мы же встретимся. Я говорю, ну если вас не выпишут еще до следующей недели, то встретимся. Она такая, ой, мне тут месяц лежать. А у нее шунтирование сердца. Я говорю, ну тогда точно встретимся. Без сомнений. Так что было бы круто с ней в одну палату попасть. Но она милая старушка. Хорошая компания. И ей тоже очень понравилось. Вот. И я сижу дома. И монтирую видяшку, которую я снимала на днях. Отзвонилась своим ученикам. Буду заниматься. Пару занятий проведу. Все-таки что-нибудь подзаработаю. Копеечку какую-нибудь. Завтра надо будет еще паре учеников позвонить. Ну я вся замученная, как видите. И я серьезно, я очень расстроилась. Потому что, ну вы видели, как мне было страшно. Ну я настроилась, понимаете. Вот когда ты думаешь о том, что тебя разденут, положат на операционный стол, разрежут тебя, удалят тебе орган. Ну это все опасно. Это действительно серьезная операция. Потом сутки в реанимации. И потом бац, и это опять отменяется. Я просто... Мне кажется, там врачи от меня уже. Типа, а это опять того, который все время переносится операция. А еще я вам хочу сказать, что в больнице какой-то баландой кормят. Ужасно невкусный. Рыбный суп без рыбы. Пересоленное картофельное пюре. И недосоленная творожная запеканка. Пойду сейчас дыню буду есть, которая в холодильнике. Я съела все конфеты, которые были в доме. Ну как ты-то мне не особо помогла. Ну хочу в душ. Меня все утешили. Все сказали, что все будет хорошо. Я просто не знаю, чего делать с работой. Потому что я запарываю все проекты своим здоровьем. На меня нельзя положиться. Вот. Меня это очень волнует. Что-нибудь придумаем. Может завтра еще какое-нибудь видео сниму. Мне нравится. Буду этим развлекаться. Ладно. Все, что не делается, все к лучшему. Да. Бывают же неожиданности в жизни. Но когда-нибудь-то мне сделают эту операцию. Я зато подлечусь до конца. Вот. Все. Пошла я монтировать видяшки. Вот даже ниركضа. И когда-нибудь имеется порядка.